Развитие моральных и физических качеств у подростков, профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, воспитание патриотизма в молодежной среде. Эти и многие другие цели ставили перед собой организаторы, восьмой по счету военизированные спартакиады, защитник Отечества. В очередной раз лучшие представители учреждений образования областного центра соревновались за право считаться самыми сильными, выносливыми и подготовленными к службе в вооруженных силах и внутренних войсках Республики Беларусь. Очень знаково, что проходит она 6 февраля, день молодежных отрядов охраны правопорядка. И сегодня в воинской части эти молодежные отряды охраны правопорядка также посоревнуются со школьниками, покажут свои результаты по основным военно-прикладным дисциплинам. Подтягивания на перекладине, поднимание гири, стрельба из пневматической винтовки, сборка-разборка автомата Калашникова «Дарс». Программа была разработана таким образом, чтобы каждый участник в зависимости от своей подготовки смог проявить себя в том виде состязания, в котором он по праву может лидировать. Бесспорно, за всеми этими результатами стоят постоянные тренировки и желание быть сильными и здоровыми. Я очень давно хотел проверить свои силы. Я всегда хотел узнать, каково это соревноваться с ребятами моего возраста, старшего возраста. Самое главное, я считаю, что нужно найти такого достойного противника. Для чего соревнования нужны? Для оздоровления молодежи, для каких-то поднятия результатов физических. Они становятся настоящими мужчинами, укрепляются физически, морально, видят на живом примере, действительно, как все это происходит. Для многих из этих ребят проведение подобных состязаний – это отличный шанс проверить себя профессионально. Некоторые из них уже пробуют свои силы в молодежных отрядах охраны правопорядка и планируют связать свою жизнь с работой в милиции. Лучшие во время торжественной церемонии были удостойны почетных грамот и благодарностей за службу и помощь в деле сохранения порядка на улицах нашего областного центра. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!